Добрый вечер, зрители канала Робинзон ТВ. В студии, как всегда, Ирина Князева. И настало время подвести информационные итоги сегодняшнего дня. Начнем с того, что сегодня исламисты в Египте заявили, что они готовят масштабную акцию протеста. Национальный альянс, отстаивающий законность и выступающий против военного переворота, призывает всех свободолюбивых людей выйти на мирную демонстрацию под девизом «Египет против переворота. Марш миллионов». Это говорится в распространенном четверг заявлении сторонников Мухаммеда Мурси. Они призвали полицию и силы безопасности Египта не обращать оружие против братьев и сестер. И немногим позднее, после того, как это заявление было обнародовано, МВД Египта потребовало от сторонников экс-президента, находящихся на площадях Рабия Аль-Адавия и Ан-Нахда в Каире, прекратить акции протеста и освободить эти площади. В заявлении, в частности, говорится, что в случае добровольного прекращения акций, органы безопасности не будут преследовать демонстрантов. Кроме того, это гарантирует их безопасность. И напомню, что накануне правительство Египта поручило МВД страны принять необходимые меры для прекращения уличных акций протеста в Каире, представляющие, по мнению власти, угрозу государственной безопасности. Позже в МВД заявили, что разгон демонстраций пройдет, скорее всего, несколько этапов, первым из которых станет предупреждение демонстрантам добровольно очистить площади и вывести женщин и детей оттуда. Ну а после всех перипетий и разногласий на мировом уровне сегодня экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден пересек границу России. Сделал он это сразу после получения временного убежища в России и, наконец, покинул транзитную зону аэропорта Шереметьево. Ранее адвокат Анатолий Кучерена передал Сноудену документы, которые позволяют ему покинуть транзитную зону и тем самым предоставляет временное убежище в Российской Федерации. Адвокат сообщил, что Сноуден сможет оставаться в стране один год. По словам Кучерена, полученный беглым сотрудником ЦРУ документ позволяет ему свободно передвигаться по территории Российской Федерации. Ну а на вопрос журналистов, куда отправился Сноуден, адвокат ответил. Я догадываюсь, но сказать не могу, исходя из вопросов безопасности. На сегодня он один из самых разыскиваемых людей в мире. А Украина жила сегодня тем, что Петра Мельника, бывшего ректора налоговой академии, которого подозревают в получении взяток, поместили под домашний арест. Такое решение вынес Печерский суд города Киева. Он будет содержаться под домашним арестом до 27 сентября включительно. Судьи мотивировали свое решение тем, что другую меру пресечения невозможно назначить, принимая во внимание состояние подсудимого, а также возможное давление на свидетелей. При этом ректор обязан сразу же сообщать о необходимости проведения лечения или выезда из дома для процедур. После заседания суда его вновь увезла карета скорой помощи. Ректор налоговой академии, которого подозревают во взяточничестве, рассказал о том, что дело против него – это провокация, и он лично написал заявление об увольнении. Ранее, точнее вчера, 31 июля, ректору сделали операцию, после которой он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Петр Мельник был задержан 27 июля сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов совместно с УБОП МВД Украины. И согласно информации силовиков, он требовал и получил от двух украинцев взятки в размере 40 и 80 тысяч гривен за поступление их родственников в свой ВУЗ. А вот апелляционный суд Киева отклонил апелляцию защиты Дмитрия и Сергея Павличенко, которые осуждены за убийство судьи Сергея Зубкова. Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, сроки заключения оставить без изменений. Все жалобы защиты отклонены, говорится в решении суда. Ну а полное решение суда будет объявлено 7 августа. Прокуратура города Киева заявляет, что в ходе судебного расследования вина Дмитрия и Сергея Павличенко в убийстве судьи Зубкова полностью доказана. Как заметила государственный обвинитель по делу Наталья Осема, вина Дмитрия и Сергея Павличенко в убийстве судьи Сергея Зубкова полностью доказана на стадии досудебного следствия и в ходе судебного следствия судами первой и апелляционной инстанции. Я напомню, что 2 октября 2012 года Голосеевский районный суд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению. Его сына Сергея Павличенко к 13 годам лишения свободы. А вот Министерство образования и науки наконец определилось с датой начала учебного года, который начнется 1 сентября церемонии первого звонка, а первые занятия пройдут уже 2 сентября в понедельник. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Табачник. Учитывая, что в этом году 1 сентября это выходной день, Министерство образования подготовило приказ, которым рекомендовала и просила все школы провести в творческом, креативном порядке в этот день праздник знаний. А занятия уже начать в понедельник 2 сентября заявил Табачник. А вот в Харькове начинают избавляться от пробок на дорогах. Так на улице Сумской проспекте Гагарина устанавливают современные автоматические системы управления движением. Для машин на этом пути создается так называемая «зеленая волна». Как рассказал начальник управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Харьковской области, полковник милиции Александр Ершов, эта система стоит 34 миллиона гривен, но она существенно поможет решить движение автотранспорта в час пик. Эти светофоры автоматически считывают поток машин и передают информацию на следующие светофоры, а также регулируют движение автомобилей по времени, говорит Ершов. Такая «зеленая волна» позволяет вообще избежать пробок на дорогах, по мнению Александра Ершова. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь и встретимся уже в понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok